Здравствуйте, уважаемые подписчики канала Процветок. Сегодня поговорим о том, какие растения посадить на открытом солнце. Как раз на том солнцепёке, где весь день инсоляция, растения могут страдать от нехватка влаги, и в целом им приходится нелегко. Итак, какие кустарники я могу посоветовать вам для открытых солнечных участков с нехваткой влаги? Понятно, что ассортимент очень широкий. Давайте выделим для начала хвойные и лиственные. Итак, среди хвойных кустарников прежде всего обратите внимание на можжевельники. Можжевельник скальный, сорта Blue Arrow, Skyrocket и другие. И можжевельник обыкновенный, тот, который растёт в лесах средней полосы, но в то же время у которого есть достаточно большое количество сейчас декоративных сортов. Эти можжевельники привыкли расти на сухих, мало обеспеченных влагой почвах. В природе они часто растут на каменистых склонах, в сухих барах сосновых, там, где влаги и так почти нету. Но в то же время на протяжении дня они полностью освещаются светом. Как раз таки они подойдут для тех мест, где у вас целый день активно подсвечивается всё солнцем и влаги практически нету. Можжевельники, когда пройдут период укоренения, это один, два, три года максимум, корневой системой очень сильно разрастаются и фактически уже не нуждаются в дополнительном поливе. Они самостоятельно приспосабливаются к новым условиям и будут радовать вас своей декоративностью на протяжении жизни. Второй хвойный кустарник, который я рекомендую использовать, это сосна горная. Если видовая сосна горная, это растение, которое может вырастать в высоту на 6-8 метров, то обратите внимание на широко распространенные сейчас карликовые декоративные низкие сорта. Вариация мугус, сорт пумелио, кроме этого мопсы различные. Эти декоративные формы отличаются немного характером роста, но в то же время сохраняют основные свойства вида. А именно то, что важно для нас, способность расти на открытом солнце и выдерживать длительное время без осадков. Эти сосны также растут на различных откосах, склонах, осыпях и выведенные сорта будут характерны теми же самыми особенностями. Вы наверняка найдете для них место где-то рядом с домом, с дорожкой, там, где целый день светит солнце. Кроме хвойных, понятно, что на участке хорошо бы, чтобы появлялись лиственные породы. Они добавляют динамики на протяжении сезона, меняются несколько раз и обогащают ландшафт своими яркими красками и переходами. Для засушливых условий растений не так много, но в то же время они есть и среди лиственных пород. Первое, наверное, с чего хотелось бы начать, это рябинник рябинолисный. Видовой рябинник, кустарник достаточно среднерослый, поднимается на высоту метр, полтора, иногда даже до двух. И для частных небольших участков не совсем подходит. Но, с другой стороны, есть очень популярный сорт Сэм, который отличается целым рядом преимуществ. Во-первых, он гораздо более засухоустойчивый, чем вид. Полноценно по своей эстетике декоративности он открывается именно на полном солнце. То есть, если вы найдете для него место, где весь день светит солнышко, в принципе, если ему не будет хватать влаги и не будет дополнительного полива, он все равно раскроется во всей красе. Он компактнее, высотой, как правило, до полуметра, плотно-плотно покрывает поверхность почвы, разрастается корневищами, обладает очень интересной окраской. Весной распускаясь, это переходы по цвету листвы от белесых, нежно-кремовых, розовый, причем такой насыщенно-розовый. И потом листья, соответственно, зеленеют, а осенью опять начинают динамично окрашиваться. И в совокупности вот этих характеристик он по своей компактности и по своей устойчивости к нехватке влаги и в условиях интенсивного солнечного освещения один из незаменимых вариантов. Главное, помните про то, что я сказал ранее, про то, что он имеет свойство разрастаться корневыми отпрысками, побегами и заполнять территорию вокруг себя. Но это не агрессивное растение, и оно не способно занимать десятки метров квадратных, поэтому работать на небольших участках с ним достаточно комфортно. Эти растения, которые я перечислял выше, достаточно зимостойкие. В условиях средней полосы они будут себя хорошо чувствовать зимой. Например, скальный можжевельник, сосна горная – это четвертая зона зимостойкости. Рябинник рябинолистный – то же самое. То есть он в любом случае переживет хорошо те зимы, которые есть в условиях средней полосы. Если климатические условия вашего региона позволяют, можно использовать и более теплолюбивые растения, потому как в природе так и происходит. Южнее у нас, как правило, меньше осадков, инсоляция, естественно, более активная, и растения к этому приспосабливаются. Если ваш участок находится в зоне пятого-шестого региона, то есть пятая-шестая зона зимостойкости, обратите внимание на такое классное растение, как лох узколистный или лох серебристый. Эти два вида, которые будут отличаться интересной окраской листвы, такой сизо-белесой с оттенками, голубоватой даже немного, будут выделяться на фоне других зеленолистных растений. Можно обратить внимание и на тамарикс, или по-другому гребенщик. То растение, которое относится к шестой зоне зимостойкости, в наших условиях, то есть в условиях средней полосы, или в частности, допустим, на территории Минска, средней части Беларуси, растение может подмерзать. Его необходимо укрывать. Относиться к ним необходимо как к рододендронам, к магнолиям, примерно вот эта одна группа растений. Но если вы подберете участок у себя, который будет обладать особым микроклиматом, то есть там, где будет затишье, не будет сильного активного ветра, там, где будет хорошо прогреваться территория, грунт, может быть, рядом будет какой-то темный фасад, который будет отдавать, опять же, тепло и свет, может быть, даже отражать, если светлые фасады, то это точно понравится. Например, на территории Минского района есть целый ряд примеров, где таморикс отлично цветет, и это то основное качество, за счет чего его необходимо использовать. Нежные розовые облака, распускающиеся в конце весны, они неповторимы, и вряд ли вы найдете растение среди древесных, которое способно настолько воодушевлять и создавать такой вот именно легкий воздушный ландшафт. Есть и другие растения, которые можно использовать в условиях нехватки влаги и активного солнечного освещения. Я вам назвал всего лишь ряд из них, поэтому, если есть интерес, вы наверняка найдете и другие примеры. Используйте растения грамотно. До встречи!